Здравствуйте! Почему бойлер бьется током? Причина кроется в устройстве нагревательного элемента бойлера ТЭНа. Он представляет собой металлическую трубку, в которой проложена нихромовая спираль, сильно нагревающаяся при прохождении по ней электрического тока. Пространство между спиралью и стенками трубки заполнено изолятором кварцевым песком для предотвращения касания спирали стенок трубки. Вся конструкция полностью герметична. Она помещена в воду внутри бака бойлера. При подаче напряжения на спираль она нагревается и передает тепло через стенки трубки в воде. Таким образом происходит нагрев воды. Причины, по которым бойлер бьется током, заключается в том, что при нагреве наш ТЭН, как известно, расширяется, а при остывании сужается и это происходит многократно. В итоге на трубке ТЭНа появляются микротрещины, в которые просачивается вода и соприкасается с нагревательной спиралью. Водопроводная вода неплохо проводит ток, что приводит к появлению опасного напряжения на кранах и трубах при включении бойлера. Что делать, если бойлер бьет током? Самое правильное решение – замена ТЭНа. Иногда в качестве временного решения можно вставить вилку бойлера другой стороной в розетку, но помогает это не всегда и ненадолго. Со временем почти каждый бойлер бьет током. Чтобы замедлить появление трещин на ТЭНе, нужно регулярно чистить бойлер и менять магниевый анод. Известковый налет на нагревателе способствует его разрушению. О том, что бойлер пора чистить, говорит характерный шум при нагреве бойлера, напоминающий шум чайника. Накиб мешает ТЭНу отдавать тепло воде, что увеличивает расход электроэнергии и замедляет нагрев. Может ли бойлер ударить током? Конечно может. Защититься от этого можно. Бойлер должен быть обязательно правильно заземлен. Розетка для бойлера должна обязательно иметь правильный автомат и устройство защитного отключения УЗО. Может ли бойлер убить током? Ответ может. Как и любой другой электроприбор, если не выполнены меры безопасности, о которых я только что сказал. Хороший автомат, заземление и УЗО. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо. Пока.